Как правильно выбрать семена? Этим вопросом задается каждый садовод-огородник. Управление Росельхознадзора знают ответ. Специалисты советуют, прежде чем отправиться в магазин, заглянуть на сайт Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений www.gossort.com, где есть реестр сортов сельскохозяйственных культур, допущенных к использованию. Не все сорта, которые указаны в этом госреестре, подходят по климатическим условиям к нашей зоне. Поэтому в этом же госреестре покупатели должны выбрать сорта, которые подходят к нашей зоне и в соответствии с этим приобрести. Покупать семена следует в специализированных магазинах. При их выборе нужно обратить внимание на упаковку, в которую они расфасованы. Там должна быть маркировка, сорт, номер партии и срок годности семян. Чем они свежее, тем больше шансов получить хороший урожай. И не забудьте спросить у продавца свидетельства на посевные и сортовые качества. Как показал прошлый год, именно с документами чаще всего и возникают проблемы. В 2016 году было проверено при плановых и внеплановых проверках проконтролировано более полутора тысяч партий именно пакетированных семян и посадочного материала. И около 80% с нарушениями, то есть отсутствия документов. В этой лаборатории регулярно проводятся исследования. Проверяют качество предлагаемых к продаже образцов. В пакете с морковкой могут оказаться, например, и семена злостных сорняков. Такие виды сорных растений не только истощают почвы, но и наносят вред человеку. Например, амброзия может вызвать аллергию. Подобные находки, к сожалению, встречаются нередко. В прошлой неделе было обнаружено партией семян в количестве 400 штук пакетиков, где была обнаружена именно амброзия. Предпринимателю или юридическому и физическому лицу дается предписание. Предписание дается на уничтожение или на обеззараживание. Но так как обеззараживание очень сложно проводить в наших условиях, в основном владельцы груза зараженного идут на уничтожение этой продукции. О наличии в семенах сорных растений потребитель может и не догадываться. Поэтому нужно требовать в магазине карантинный сертификат. А если все же остаются подозрения к качеству товара, можно написать жалобу Управления Рослегхознадзора и ее обязательно рассмотрят.